Здравствуйте! Это новости Минской области. Сегодня с вами Татьяна Никитина и Сергей Луговский. Всю неделю наши корреспонденты выбирали самые интересные темы жизни центрального региона о главных событиях уходящих 7 дней в ближайшие 20 минут. Новый губернатор области. В руководстве Миноболсполкома произошли кадровые изменения. Центральный регион теперь возглавляет Александр Турчин. Потенциал АПК и усиление молочной составляющей. Поговорим про экспорт и ноу-хау разработки. Тем временем роботы уже среди нас. Крупнейший технофорум собрал в Минске лучших школьников, создателей умных машин. О сложных технологиях просто. И новогодние праздники все ближе. Область готовится к старту елочных базаров. Важные кадровые изменения в структуре руководства Минской области. Центральный регион возглавил Александр Турчин. До этого он работал в должности заместителя премьер-министра Беларуси. Уже после назначения в Миноболсполкоме на совещании с активом столичного региона глава государства обозначил самые острые вопросы, которые предстоит решить в ближайшее время. Это работа с кадрами, рост зарплат, создание новых рабочих мест, развитие малого бизнеса. В целом новому губернатору предоставлена крупнейшая область. Здесь проживает около полутора миллиона человек. ВВП растет самыми высокими в стране темпами. Здесь, вы знаете, что мои ощущения, что вот вернулся домой и вот какой-то прошел промежуток небольшой времени, там был в командировке и вернулся, все знакомо, большинство лиц знакомо. Поэтому я думаю, что мы будем продолжать ту политику, которая была здесь и при предыдущих губернаторах, и при Анатолии Михайловиче. И, наверное, мы будем просто делать шаги, которые будут область выводить на новые рубежи. И действительно, Минская область новому губернатору хорошо знакома. В его послужном списке пять лет работы в исполкоме региона. В целом же Александр Турчин – человек с большим управленческим опытом. Цифровизация экономики, а также постоянный поиск и внедрение инноваций в производство – еще одна масштабная задача нового руководителя Минской области. Самая передовая технология приходит в индустриальный парк «Великий камень». Модернизируют такие холдинги, как «БелАЗ», «Беларусь-Калий». Впрочем, аккумулируют инновационные разработки и небольшие площадки. Так, новые производственные корпуса планируют построить Минский областной технопарк в Смолевическом районе. Сейчас его резиденты выпускают мобильные электростанции, акриловые краски, специальный и электротранспорт, стеклопакеты с переменной прозрачностью, подогревом и даже пуленепробиваемое стекло. Всего в технопарке трудится 190 человек, причем большинство из них и из сельской местности, а также Жодино и Борисово. Сами же компании, которые выбирают такие площадки, получают определенные бонусы. Основные льготы, которые будут есть для предприятия на территории технопарка, это низкая арендная плата, это льготы по налогу на прибыль, по налогу на недвижимость и налогу на землю. Сегодня областной технопарк надо рассматривать с той позиции, что мы находимся недалеко от города Смолевич. Это город-спутник, в перспективе которой планируется развитие в том числе и жилищного строительства. То есть рабочая сила будет недалеко от нашего предприятия. Всего в Белоруссии полтора десятка технопарков. Все они направлены на выпуск инновационной и наукоемкой продукции. За высокими технологиями и ноу-хау, и высокие результаты в агропромышленном комплексе. По прогнозам специалистов, экспортные продажи одной только молочки по итогам года принесут всей стране свыше 4 миллиардов рублей. Свой вклад в добычу белого золота и у Минской области. Потенциалы пока усилят 20 новых молочно-товарных ферм, которые построили в этом году. О том, как течение молочных рек не иссякает летом и не замерзает зимой, Алексей Кондратенко. Сельхозпредприятие Минской области производит четверть всего белого золота в стране. Миллион семьсот пятьдесят пять тысяч тонн молока – результат, который опирается на солидную кормовую базу. Без нее никак. Этот сезон принес аграриям центрального региона самый весомый каравай страны – более двух миллионов тонн зерна с кукурузой, плюс четыре миллиона тонн силоса. Возле силосной траншей годового запаса для кормления буренок мы встречаемся с экспертом в животноводстве Александром Сасом. Один из топ-менеджеров агрокомбината Ждановичей расскажет, как работает молочно-товарная ферма зимой. Александр, в северском хозяйстве есть такое выражение, часто его произносят – у коровы молоко на языке. А что это значит и в чем его смысл? Как бы, если трактовать более глубоко, то как мы коровку накормили, тем она и отплатила. А от коровы, конечно же, мы получаем молоко, потому и здоровье ее, и продуктивность дальнейшая. Кормление начинается в пять с утра, в пять с утра, потом в час, где-то в три часа и в восемь часов вечера. Это рукав, только в него мы заплющили зерно кукурузы. Такие рукава вскрываются именно зимой, получается? Да, зимой, потому что должен пройти период консерванции, то есть у каждого определенного консерванта тоже есть период, потому мы закладывались консервантом, который 30 дней период ожидания имеет, потому буквально с дня на день будем уже пробовать открывать. На ферме агрокомбината роботы упорядочат корма, позаботятся о здоровье коровы, а главное, ее вовремя подоят. В итоге местные буренки дают около 10 тысяч литров молока в год. Результат на порядок выше среднего в Беларуси. У нас он запрограммирован, каждый час ходит. Это стимулирует, грубо говоря, у коровы аппетит. Конечно же, мы минимизируем труд человеческий, то есть более качественное молоко, конечно, доится. И отсюда молоко все попадает сразу же в охладительный танк и потом едет на молочный завод. Молоковозы из 45 хозяйств центрального региона направляются на завод в Минск В структуре первого молочного предприятия из Велеки, Молодечно, Воложино, Нарочи. Только столичная цеха способна перерабатывать свыше 900 тонн молока в сутки. Две трети продукции остается в магазинах Минска. Среди экспортных направлений Россия, Азербайджан, США, Китай. Еще один тренд, на который ориентированы промышленники – импортозамещение. Минский молочный завод номер один, первый в Беларуси, наладил производство сыра мягкого фету. Этот сыр известен был вообще издавна, он был основателем греческого стола. В наш портфель непосредственно входит Нарочанский производственный участок Молодечинского молочного комбината. Там единственные в Республике Беларусь наладили производство сыра Рокфорте. Этот сыр был давно известен французам, обогащение полезной голубой плесенью. Молочные реки из Минской области направлены не только в экспортное русло. Совместные предприятия, также эффективная модель торгово-экономических отношений, новые фермы и заводы по переработке молока белорусы создают в Таджикистане и Узбекистане. Алексей Кондратенко и Григорий Криштофович. Новости. Центральный регион. А тем временем новогодние праздники все ближе. 20 декабря в Минской области открываются елочные базары. Всего в регионе будет 220 торговых точек в крупных городах и районных центрах. В продаже не только ели и сосны, но и другие хвойные деревья. Ароматные букеты из свежих веток можжевельника, ягод рябины, сосны в катках и горшках в нашем следующем материале. Андрей Владимирович, мы находимся с вами в лесу в Держинском районе. Вот расскажите, пожалуйста, то есть вот эта территория, она как раз таки определена под вырубку новогодних деревьев, правильно? Да, уже определены в этом году участки для вырубки новогодних деревьев. И выписаны соответствующие лесные билеты, дающие право на заготовку их. Лесничец Таньковского лесничества Андрей Калечиц может все рассказать о пушистых красавицах. Хоть о возрасте говорить и не принято, знает, это еле около семи лет. Определяет по так называемым мутовкам, уровням, на которых расположены ветви. Теперь, покупая новогоднее дерево, эту хитрость сможете применить и вы. Елочные базары по всей области развернутся уже с 20 декабря. Точка реализации больше 220. Торговля будет организована во всех лесничествах, лесхозах, также на самых территориях лесхозов, а также в наиболее крупных населенных пунктах. Это агрогородках, в городских поселках и городах. Цена, значит, до метра будет стоить 10 рублей, это при реализации территории лесничеств. С метра до двух будут стоить 13 рублей. Если будет реализация проходить на торговых точках, цена где-то будет увеличена в среднем на 1 рубль. Вот в таких кассетах европейские ели выращивают до двух лет. В теплицах даже соблюдают специальную температуру, а уже затем деревья пересаживают либо в открытый грунт, либо в катки, которые можно приобрести уже на Новый год. Хвойные в катках – тренд сезона. Голубые сосны и европейские ели в большие горшки пересадили заранее, еще прошлой осенью. А чтобы главный символ Нового года порадовал и после праздников, специалисты советуют на день-два живое дерево ставить на балкон для акклиматизации, а уже потом украшать нетяжелыми игрушками. Нужно не забывать поливать эти деревья периодически. Само дерево в катке, нужно понимать, что оно не является комнатным растением, и оно в квартире, либо в помещении, в доме, оно может находиться не более трех недель. Соответственно, после того, как пройдут все праздники, нам необходимо это дерево поставить опять же не на улицу в большой мороз, потому что будет большой перепад температуры, а хотя бы на балкон. Гораздо меньше хлопот со свежесрезанными букетами. Ароматные композиции составляют из можжевельника, веточек пихты, ягод рябины. Кстати, самостоятельная вырубка в лесах запрещена. Территория, которая под охраной, ее площадь примерно один гектар. И вот 7-8 лет назад, как вы сказали, здесь высадили именно ель, будущий наш лес. Почему именно такая культура? Ель европейская подходит здесь по почвенно-грунтовым условиям, а также в дальнейшем можно будет получить через 80 лет хороший экономический эффект. Чтобы сохранить лесной массив, специалисты в эти дни отправляются на патрули. В помощь и фотоловушки, которые в режиме онлайн сообщают о нарушителях. Ведь именно в декабре желающих срубить дерево незаконно прибавляется. Штраф предусмотрен до 1300 рублей. Так что прежде чем испортить себе праздник, стоит подумать. Юлия Токаря, Юрий Сахадзе, Новости, Центральный регион. То, что мы еще недавно называли будущим, уже стало настоящим. Сегодня роботы – часть нашей повседневной жизни. Умные машины создают не только в научных лабораториях. Роботов-самоистов, футболистов и сортировщиков мусора собирают и программируют школьники. На этой неделе 227 команд из всех регионов Белоруссии собрались в Минске на одном из крупнейших форумов по робототехнике. Школьники продемонстрировали свои концептуальные разработки. Роботы соревновались в восьми номинациях. О сложных технологиях просто расскажет Илья Цветков. Конструированием умных машин Роман Плакса увлекся несколько лет назад. Начинал с малого. Обучал своих роботов различать цвета и самостоятельно передвигаться. А теперь его машины сражаются на импровизированном ринге. Участвуют в робо-сумо. К этой дисциплине одного из своих роботов парень готовит с особым вниманием. Проверяет каждую деталь и настраивает программу. Можно усовершенствовать конструкцию саму. Можно где-то код поменять. Веса добавить, чтобы его было сложнее вытолкнуть. Ринг радиусом 70 сантиметров. На разные края ставятся роботы. И они ждут три секунды и начинают ехать друг на друга. Кто выпихнет, играет. Там играется двух побед. И кто выиграет, тому надо шляться очки. Несколько дней на подготовку и совершенствование машины и можно отправляться на очередной турнир. Роман вместе с четырьмя сотнями юных инженеров, конструкторов и программистов принял участие в областном конкурсе по робототехнике в столице. Школьники с помощью конструктора, отверток и проводов создавали самоуправляемые автономные устройства, которые боролись за победу в восьми номинациях. Мой робот толкает передом. А прикол в том, что весь вес находится впереди. И он, получается, просто выносит его. Цепляет его на лопаты и выносит с поля. Как зовут? Никита. И рассказывай про свое устройство, что это за оно и как оно работает. Это робот для езды по линии или просто лайн-холловый робот. Суть этих соревнований заключается в том, что робот должен проехать за наибыстрое время по трассе. Ребята говорили, что нужно обязательно протирать колеса. И ты ее как раз тоже протираешь. Зачем? Я протираю колеса затем, чтобы улучшить сцепление с трассы, так как когда робот проезжает по трассе, он собирает весь мусор, пыль, грязь. Окей. Давай попробуем его запустить. Смогу ли я тоже поучаствовать? Что нужно сделать, расскажите? Нажать на кнопку. То есть ставим, да? Так. И нажимаем на пусковую кнопку. Опа. Мастер-класс по настройке искусственного разума от гостей из Китая. Команда из Поднебесной приняла участие в робо-рейсе. У нас вот такая машина. Она оснащена специальной камерой для лучшей ориентации в пространстве и сложным программным обеспечением. Мы знаем, что соперники у нас очень серьезные, но мы уверены в победе. В перерывах между спаррингами электронных мини-спортсменов настраивали, подкручивали гайки и исправляли программные ошибки. В инженерном хаосе участникам помогали их преподаватели по киберконструированию. Приехали на турнир поддержать своих воспитанников. Это не школьная программа, это учителя, педагоги, как у нас говорят на Беларуси, аматоры, которые увлечены своим делом, которые заражают своим делом и привлекают к своему делу своих воспитанников. В рамках обучения в учреждениях образования, факультативных занятий, кружковой работы, в системе дополнительного образования детей и молодежи. То есть все эти сегменты национальной системы образования вовлечены в подготовку к движению робототехники. По словам организаторов, разработки школьников для таких форумов – отличная инвестиция в будущие проекты. Лучшие из них будут представлены на финальном этапе конкурса в восьмом Минском робот-турнире, который пройдет этой весной. Илья Цветков, Андрей Христин и Григорий Крештофович. Новости. Центральный регион. Перевернуть сотую страницу летописи. Борисовская районная библиотека имени Ивана Колодеева отметила вековой юбилей. За это время там сменилось несколько поколений специалистов. Друг другу они стали наставниками и друзьями. Ну, конечно, в день рождения главные гости – это читатели. Ежегодно библиотеку посещают 22 тысячи человек. В Большом доме книг более 200 тысяч изданий. Среди них и экземпляры, которые хранят 100-летнюю историю библиотеки. Тут же работают клубы по интересам, есть специальные выставочные залы и галереи. А для юных читателей работает интерактивный центр, где можно полистать книги в 3D-формате с дополненной реальностью. История – одна из крупнейших библиотек Минской области у Елены Витко. В первое время библиотека часто меняла прописку. Это были небольшие деревянные издания, которые до настоящего времени не сохранились. Но всю историю можно следить по этой книге. Она была в фонде самого открытия библиотеки. И в ней настоящая летопись. Это не единственное уникальное издание. В хранилище можно увидеть и книги из личной коллекции Ивана Колодеева, чье имя и носит библиотека. Известный коллекционер и знаток наполеоновской эпохи некоторое время жил в городе на Березине и особое чувство испытывал к тем местам, где бывал французский полководец. «Скол» написано. Значит, это пометка, что чисто книга находилась в его непосредственном, скажем так, фонде. Коллекция была открытая. К ней переезжали работать все исследователи. Он принимал их в своем усадебном доме. И они могли работать с этими уникальными изданиями. Его агенты ездили по всем крупнейшим аукционам Европы для того, чтобы это приобретать. Он вкладывал, конечно, в это очень большие деньги. Кроме книг в своей коллекции у него были карты, гравюры и стампы. Сегодня Борисовская центральная районная библиотека находится в самом сердце города, на главной площади. В фондах более 200 тысячи книг и 22 тысячи читателей. Среди самых преданных Анатолий Ужов. Он несколько раз в месяц заходит за новыми детективами, но и классику тоже охотно перечитывает. Вспоминаешь старое, допустим, Толстого для школы только лишь прочитывал, а сейчас для удовольствия читаешь его, допустим, «Войной мир» перечитал уже дважды. А чтобы книга оставалась интересной и для юных читателей, здесь предлагают полистать страницы с дополненной реальностью. Также в инновационном центре VR-очки, 3D-ручки и интерактивный глобус. Можно узнать краткую информацию про любую страну, про Солнечную систему и про строение Земли. Работает интерактивный глобус с помощью ручки. Библиотека в Борисове – это не только хранилище книг. Здесь работают различные творческие кружки. Например, вязание, где создают теплые наряды для деревьев, занимаются так называемым ярмбомбингом. Открыт выставочный зал и галерея. У нас больше 27 клубов по интересу. Есть как для взрослых, так и для детей. У нас в библиотеке работает отдел галерейно-выставочной деятельности, в котором есть картинная галерея Валерия Федоровича Шкаруба, нашего земляка, почетного гражданина Борисовского района и Минской области. И также у нас больше 25 лет работает галерея «Зьява», которая предоставляет выставочные свои залы для самых разных проектов. В сотый день рождения книжный дом в подарок получил и новую картину Валерия Шкарубы. Родные пейзажи, как летописи и место для вдохновения художников и писателей. Елена Витко, Андрей Христин. Новости. Центральный регион. Что же, время летит быстро и мы завершаем наш выпуск. Что ж, увидимся ровно через неделю, как всегда в воскресенье в 12.10. Новости Центрального региона. Всего доброго. Будьте здоровы.